МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо компании Гомель, у студии Маргарита Котова. Добрый вечер. Глядите в этом выпуске. Компания на старте. В Беларуси завершается подрыхтовка до перепису насильництва. Худкая правовая допомога. Суместные приемы провели юристы Федерации профсоюзов и супрацовники прокуратуры. Ширая размова про самое важное. Светлана Боровская сустрелася со своими гомельскими прихильниками. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Мета – повышение добробыту и узровню якости життя людей. А выник працы экономики повинен отшувать каждый человек. Широкий спектр пытаний, связанных с развитием этого сектора, а мерковались керавником державы ключевые распроцовщики, представники мясовых уладов и эксперты. У фокусе уваги пакет прогнозных документов на будущий год, от яких будут залежать основные параметры социально-экономичного развития. У приватности проект бюджету, держ программы керавания финансами и курс грошово-кредитной политики. У разумове закранули и тему электоральной кампании, якая отбудется. Александр Лукашенко рассказал, кто с чиновников заховает свою посаду после будущих выборов. Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль, вот выборы и прочее, как будет, кто будет работать и прочее. Публично вам отвечаю на этот вопрос. Тот, кто сегодня работает и выполняет прогнозы, планы, приносит стране пользу, работать будет, естественно. У меня нет политики, особо приближенной, удаленной там, или как сегодня активно пописывают в интернете. Лукашенко, транзит власти, кто будет у власти и так далее. Детей начинают перебирать. Так вот, послушайте меня, никаких детей не перебирайте, никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать. Мэты, познашенные теперешним составом УРАДА, повинны быть достигнуты, так само докладно повинны выконываться и все дорушения президента, и письмовые, и огушенные публично. По выниках деталевого разбора экономичных пытанев, пакет прогнозных документов, пропонованный УРАДАМ, президент отправил на допрацовку. Об этом после нарады журналистам рассказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас. Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку. У нас очень сжатые сроки, потому что глава государства поручил рассмотреть проект бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики текущим составом парламента. Поэтому у правительства есть буквально 2-3 недели для того, чтобы устранить замечания, которые дал нам глава государства, и повторно внести пакет документов на рассмотрение президента. Так само по часу размовы Александр Лукашенко нагадал, что персональная отказность за экспорт товаров и послуг ускладена на вице-премьеров. Президент запотрабовал от кожного по своей сфере доложить, шаму не выконвается той або инши пакашек. Особная увага выникам шарговых 5-ти годов. Цеперышний год за ключный час подводить выники. Протягиваем выпуск. Молодь не только будущая, а и сущность Беларуси. Наместник керавника администрации президента Беларуси Андрей Кунцевич сегодня наведал Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны. Нагода для встречи с выкладчиками и студентами в НУ один и день информования. Его тема – перепись насильництва, який отбудется с 4-го по 30-го кострышника. Головные особливости – отмова от паперовых нозбитов и широкое использование сущностных технологий. Дадзины, которые будут получены во время ЯГОПа, влияют на планование разных сфер жития страны в перспективе. Андрей Кунцевич не только рассказывал. Важная часть встречи – разума с аудиторией. Выборщая кампания – молодежная политика. Наместник керавника администрации президента отказал на все пытания. Надо прекрасно понимать, что сегодня молодежь – это не только будущее Беларуси, это и ее настоящее. Это люди, которые мыслят современно, это люди, которые мыслят креативно, и они сегодня, уже сегодня, хотят активно участвовать в дальнейшем развитии нашей страны. Подобные встречи как раз-таки нужны для того, чтобы услышать молодежь, послушать молодежь. Ну и, кроме того, довести конкретную информацию, что называется, из первых уст. То, что от нас и требует сегодня глава государства. Межтым на Гомельшине завершается подрыхтовка людей, які будут непосредственно займаться переписом насильництва. Отповедная учоба зараз проходит во всех регионах. Протяг темы – у наступном сюжете. Указ о перепису насильництва был подписан у Кострышнику 2016 года. Из этого часу почалась подрыхтовка. На Гомельшине у кампании будут непосредственно задейничаны 1840 человек. Яны уже отрымали специальные посвящения и сумки с логотипом. На этом тыдне завершаются опошние занятки у тымлику с выкорастанием планшета. А про шатого переписчики сдают специальные тесты, які дозволяют выявить ступень их подрыхтованности. Из четвертого Кострышника, яны в составе мобильных групп, будут проводить опытания у працовных коллективах. Наведывание насильництва по месту жихарства заплановано у период с 21 до 30 Кострышника. До этого часа удадены анкеты, можно запомнить на сайте у интернете, ци звернуться до переписчиков на стационарных участках. Когда проводилась пробная перепись «Молодечно», помимо остальных вопросов, мы задавали людям вопрос, если будет такая возможность пройти перепись через интернет, то согласитесь вы или нет, пройдете или нет перепись. И где-то около 25% ответили положительно. И также в прошлом году организовывали выборочное обследование домашним хозяйством, тоже задавался такой вопрос, сможете ли вы пройти перепись через интернет и пройдете ли. И получили, в принципе, такой же процент, то есть около 25, даже чуть больше. Каб запомнить переписный лист на отповедном сайте, человеку необходимо будет увезти пашпортный, идентификационный номер и номер мобильного телефона. Але интернет-перепис не один, а селетнее нововведение. Ты же загадал першую шаргу питанье, на які громадянам пропонують отказать. Вопросов много, больше, чем в предыдущую перепись. Всего включено 49 вопросов. Это вопросы, касающиеся и демографических характеристик. То есть, как обычно, спрашивают во время переписи, пол, возраст, какой национальности человек к себе относит, какой у него уровень образования. Также в эту перепись включен ряд новых вопросов. Например, у женщин старше 18 лет и до 49 мы спросим, планирует ли она рождение детей. Включен блок вопросов о миграционной активности, то есть планирует ли человек уехать из республики, есть ли дату на какой срок и по какой причине. Ну и также такое большое наше новшество – это в эту перепись включен блок вопросов о сельскохозяйственной деятельности. Перепис насильництва задержа державного узровню. От того, на кольки якосно будет проведена гэтае мероприемство, залежить правильность и докладность отриманных выников. А гэта – планование беларуской экономики на ближайшие 10 годов. Уся информация, якую предоставят жахары краины, конфиденциальная. А знайомиться з юй стороннему человеку немогчима. Самая надежная защита, уже надежней, чем наша межбанковская система идентификации, я думаю, ничего нету. То есть можно не бояться, ничьи данные никуда не уйдут. То есть они все полностью конфиденциальны. Олег Сен-Сюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». 46-я «Гомельская гимназия» имя Блеза Паскаля удостоена знаковой датности французского министерства адукации. Установа признана узорной уголене выкладания французской мовы. Высокую знагороду, керонесу гимназии, сегодня урушил посол Франции в Республике Беларусь Дзизия Канес. 20 годов тому тут открыли билингистичную франкофонную секцию. Гимназия была другой, средней агульной адукационной установой Украины, где распространяли поглыбленное выучение французской мовы и выкладание на ее нелингистичных дисциплин. Отделение выпустило 450 гимназистов. Разом с тестатом выпускники билингии отримали специальный сертификат от посольства Франции в Республике Беларусь. Сегодня высокий уровень выкладания французской мовы у гимназии был подтвержден знаком выдатности. Темчасом знак выдатности «Лабель Франция Докассион» дает особливые привилеи для наставников. Больше возможностей, чтобы преподаватели, например, стажировались во Франции для повышения квалификации, это даст расширение возможности получить там педагогические материалы, педагогическую поддержку. И даже это открывает возможность получить финансирование, чтобы поддержать инновационные педагогические проекты. Знак якости «Лабель Франция Докассион» исходит с 2012 года. Его удостоиваются научальные установы разных краин, которые уносят уклад в улучшение французской мовы и культуры Франции за ее межами. Узнагорода присуждаются министром замежных справ Франции по заключении комиссии. В минулом году ей отримали шатыры белорусские установы. Федерация профсоюзов Беларуси протягивает практику проведения приема у грамадян суместно с супрационниками прокуратуры. Сегодня встреча отбылась в Гомельском державном университете имя Франциска Скарыны. Наши корреспонденты подчеркнулись эффективностью такой формы работы с насильництвом. Суместные приемы правовых профсоюзных инспекторов и супрационников прокуратуры завсюды проходят в разных местах – рынках, районных вузлах совести, как в этом случае в высшей научной установе. Это дает мягчимость оказать правовую допомогу больше значной категории насильництва. Забороненных для обмеркования тем не существует. Часто для решения гученного вопроса хапает обычные тлумачальные разговоры. В некоторых случаях справа берет на контроль прокуратура. В первую очередь это тоже за ситуацией, когда работника попробует незаконно спагнать сроки за страды, которые предприемство понесло не по его вине. Произошли не по вине этих людей, а по вине в том числе и тех же нанимателей, которые организовали надлежащий учет материальных ценностей, и их хранения. Такие вещи интересуют прокуратуру, но мы в принципе разъясняем, что люди вправе обращаться в правоохранительные органы и добиваться того, чтобы не только они, либо не они выплачивали недостачи, которые пытаются на них возложить. Звычайно, такий прием протягивается две годины, а легито достатково умовный час. Людей будут слушать столько, сколько потребуется. При этом не имеет значения, где инспекторе, какого Галинового правосоюза, звернулся человек. Ему обовязково окажут всю необходимую правовую допомогу. Если есть необходимость составления иского заявления, оно составляется, и его интересы представляются в суде, если они могут решить это без суда с нанимателем, то вопрос решается. И в любом случае мы отчитываемся по каждому приему, что мы сделали, вопрос такой, что правосоюз сделал по этому вопросу. Амаль 170 тысяч, столько зворотов и претензий. За 8 месяцев 2019 года поступила от ЖХРО в области в 1-ю диспетчерскую службу жилево-коммунальной господарки по номеру 115. Такие дадены огучены сегодня подчас пресс-конференции у Гомельским облвыконками. На вопросы журналистов отказали представители сферы жилево-коммунальной господарки региона. Каля 70% зворотов – заявки. Сярут лидеров по колькости – буйные городы. Гомель, Жлобин, Мазыр, Рэшица, Калинковичи. Частей за все звонки на короткий номер 115 носят консультативно-доведочный характер. Это больше за 65% от огольной колькости. Об розного роду неосправностях поведомляют каля 10% тех, кто потелефоновал. Треба означать, что кожный зворот, что поступает в 1-ю диспетчерскую службу, обовязково фиксуется, опрацовывается и накеровывается на выконании. За 8 месяцев 2019 года по 85% зворотов пытаний выращены становча. Это работа на контроле. За невыконание заявок, непритрымливание терминов и иншие порушения до отказности притягнуты 45 службовых особ. Работа диспетчерской службы ЖКГ выгодная для усих боков. Предприемством Галиных это дозволяя вызнашать на прамки объекты, которые потребуют больше пильной уваги, а насильству худшее выращать свои проблемы. Оценка всех тех обращений, которые поступили, заявок, претензий. И на основании этого можно уже, соответственно, принимать управленческие решения, направлять финансовые потоки на решение наиболее злободневных проблем, которые беспокоят граждан либо в отдельном доме, либо на отдельной территории, либо в районе в каком-то конкретном. И, соответственно, точно решать эти задачи, направляя и принимая правильные управленческие решения. Это позволит и людям, соответственно, быстрее решить те проблемы, которые у них возникают. Прогожие с упадения лишь был у отказный день. Сегодня, 19 вересня, 2019 года, 19 молодых супрацовников у Гомельской мытни просягнули на верность Республиции Беларусь и ее народу. Падея хвалюющая и важная. Новобранцы клянутся свято выполнять конституцию и законодавство краины, высоко нести гонор и годность работникам мытных органов, оборонять экономичную безпеку краины. За отказным кроком у жителей молодых людей повиншовал начальник Гомельской мытни Феликс Яшкоу. И он пожадал новобранцам не забывать об клятве, даденой сёння, на вот самых складанных ситуациях. Меня переполняют эмоции. Сегодня такой важный день не только для нас, молодых сотрудников, но и для участников всего мероприятия. Принесение присяги – это не только один из первых ритуалов таможенных органов, но это и самое торжественное, такое очень волнующее мероприятие для нас. У расшистости падеи дадает шея наближение профессийного свято. Уже завтра сопрацовники мытных органов Украины будут принимать веншование. Популярная телеведушая, актриса и громадский деж Светлана Боровская сустрелася со своими гомельскими прихильниками. Пять годов тому она стала послом доброй воли ЮНЕЙЦ у Беларуси и зараз протягивает эту миссию. Подчас поездки по нашей области она провела несколько творческих вечеров. Один из них прошел на сцене Гомельского молодежного театра. Гостям вечера Светлана Боровская пропоновала импровизованную размову у прямом эфиры. До этой сустречи она разом со своей командой провела некольки семинаров по проблемах ВИШ-СНИТ. За 27 годов работы на Телебашине Светлана Боровская удельничала у великой колькости проектов, у яких прозлёж человека вздымала острые социальные пытания. Символично и то, что минавито у Гомеля пять годов тому она была назначена послом доброй воли ЮНЕЙЦ. За час этой деянности у артыстки назапасилась шмат истории для обмеркования. Творший вечер дай махшымость отрымать зворотную совесть от глядашоу подшуть в мерковании людей. Светлана Боровская призналась, что вельми хвалюется под час кожной такой сустречи. Але разом с тым вельми шакая гэта открытой размовы. Вы знаете, я уже знаю столько историй и вчера тоже добавились истории и три каких-то проблемы конкретной человеческой жизни, которые мы с командой ЮНЕЙЦ будем решать. Потому что, знаете, нельзя спасти весь мир. Можно спасать каждого конкретного человека, и мы делаем именно так, как историю войны можно проследить по судьбе одного человека. Поэтому сегодня будет такой вечер довольно откровенный, как, впрочем, все, что я делаю, без прикрас. Гэта и инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На гэтам выпуска завершены. Дякую за увагу и до сустрейшего эфира. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александр Гамоля. Здравствуйте. В Гомеле подросток отравился угарным газом. Сообщение об инциденте поступило в МЧС от оперативного дежурного Новобелецкого РУВД. Выяснилось, что накануне хозяин топил печь в доме по улице Ильича, который используется под дачу. Около двух часов ночи его сын почувствовал себя плохо. Отец разбудил жену и вывел всех на улицу подышать свежим воздухом. Мальчику понадобилась госпитализация. Медики поставили диагноз бытовое отравление угарным газом. Оказалось, в заперти в Калинковичах спасатели освободили из автомобиля двухлетнюю девочку. Двери машины заблокировались и родители не смогли их открыть. Работники экстренной службы выяснили, что неисправен центральный замок и при помощи подручных средств смогли достаточно быстро открыть двери автомобиля «Мерседес». Ребенок не пострадал, но его отец изрядно понервничал. В городе Ветка на пожаре в деревянном доме погиб мужчина. Возгорание произошло сегодня около четырех утра. Местные жители сообщили, что хозяин и его знакомый накануне распивали там спиртные напитки. Посиделки закончились в огне. Хозяин смог выбраться из дома и обратился за помощью к бригаде медиков, прибывших на место ЧП, а его приятель получил на этом пожаре травмы, несовместимые с жизнью. Его тело обнаружили спасатели. До семи лет лишения свободы грозит украинцу за перемещение через границу марихуаны. Мужчину сняли с рейсового автобуса в пункте оформления «Новая Гута». Он вез 35 граммов наркотического вещества в ручном фонарике, который спрятал под одним из сидений автобуса сообщением «Киев-Таллин». Служебная собака пограничного комитета обнаружила тайник и указала на хозяина. Марихуану мужчина поместил в корпус фонарика на место батареек. Позднее при обыске у 32-летнего украинца нашли трубку для курения травки. Он признался в употреблении наркотиков, а экспертиза подтвердила, что перевозимое вещество – марихуана. Теперь туристу из Закарпатия придется лет на семь задержаться у нас в стране. На сегодня все. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с «Дефакто» и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Лидеры женского клубного гандбола одержали крупные победы в чемпионате Беларуси. Гомель в гостях разобрался с городничанкой. 40-17. По пять точных бросков на счету Ирины Дроновой, Натальи Котиной и Екатерины Селицкой. Они самые результативные в составе команды Тома Жачатера. С преимуществом в 23 мяча обыграл своего соперника и главный конкурент Гомеля за золото национального чемпионата столичный БНТУ «БелАЗ». Подопечные Константина Шароварова были сильнее Витебчанки 42-19. Сегодня состоялась жеребьевка первого этапа Кубка Беларуси по гандболу. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» начнет борьбу за трофей на следующем этапе, а вот подопечным Сергея Цыганкова предстоит сражаться за место в финале четырех. Сопернике Гомелю достался столичный «Витязь», выступающий во втором дивизионе чемпионата Беларуси. Вторую путевку в решающую стадию турнира оспорят Могилевский Машека и Гродненский Крона. Первые игры первого этапа состоятся 14 декабря. Ответные – 20-го. Завтра стартует третий тур чемпионата Беларуси по мини-футболу. Несомненным украшением игрового уикенда станет гомельское дерби. На паркете спорткомплекса «Локомотив» встретятся ВРЗ и БЧ, номинальные хозяева площадки и вагоностроители. В турнирной таблице после двух сыгранных туров у соперников по 4 очка. Начнется матч в 17.00. Часом позже в Минске стартует не менее интересное противостояние. Дорожник принимает Витен. Светлогорский ЦКК в субботу отправится в Минск, где сыграет с охраной «Динамо». «Создай историю» стартовал конкурс на разработку талисмана чемпионата мира по хоккею 2021 года. До 18 октября все желающие могут прислать свои работы на адрес, который вы видите на своих экранах. Количество заявок на участие не ограничено. Затем жюри определит победителя и лауреатов конкурса. Победитель получит комплект билетов на две персоны на любые пять игр чемпионата по выбору победителя, а также экскурсию на две персоны по подтрибунным помещениям официальной арены чемпионата перед одной из игр. Участники, занявшие второе и третье место, будут награждены билетами на игры турнира. Кубок Костяковки 2019. Городской турнир по футболу под таким названием прошел в третий раз. За победу боролись семь команд. Фаст, футбольный клуб Батьки, Беларусьнефть Особина, Химик, Гомель Стекло, Гомсельмаш и Колос Ю-21. Матчи за третье место Колос в упорной борьбе победил Фаст, а вот в финальном поединке Гомсельмаш крупно со счетом 4-0 переиграл футбольный клуб Батьки и стал обладателем трофея. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова